Ополченцы из батальона «Призрак» задержали неподалеку от Стаханова группу украинских волонтеров. Они приехали из Львова, чтобы передать силовикам на передовую продукты. Разобравшись, волонтеров отпустили, но прежде провели им небольшую экскурсию, показали, по кому стреляют украинские войска. Подробности у Александра Лукьянова. Я Громов Игорь Станиславович. Родился в городе Львове, проживаю в городе Львове. Сейчас нахожусь в городе Стаханове. Он показывает свой паспорт, чтобы ему поверили, потому что пока не попал сюда, сам не верил, что такое возможно. Игорь думал, что на Донбассе украинская армия воюет с террористами, поэтому вместе с товарищем отправился на восток, чтобы отвезти на передовую продукты. Когда возвращались обратно, решил проехать короткой дорогой и наткнулся на пост батальона «Призрак». Так они оказались по ту сторону фронта. Ополченцы, убедившись, что львовские волонтеры – не диверсанты, прежде чем отпустить их, решили провести им экскурсию. Дали комнату для ночлега в здании бывшего ГАИ и сводили в пиццерию. Точно в такой же Игорь бывал и у себя дома. Это популярная на Украине сеть кафе со штаб-квартирой во Львове. То, что город продолжает жить мирной жизнью, такого, говорят они, на украинских телеканалах не рассказывают. Походя по улицам Стаханово, они видят не военные укрепрайоны, а обычные многоквартирные дома, где во дворах гуляют дети. И тут, в отличие от Киева и Львова, по ним прямой наводкой бьет украинская артиллерия. Вот их приглашают зайти в квартиру, куда недавно попал снаряд. Ее хозяин Валерий Ширкин проработал на местном заводе 40 лет. Сейчас на пенсии. Ему трудно вставать в постели, поэтому из квартиры почти не выходит. Теперь стал для украинских военных живой мишенью. Я говорю, откуда же это нас стреляли? А он говорит, да, это наши, я ценю, как ребята. И это вот. Я говорю, так подожди, это своих бьют? Ну, когда чужие бьют, понятно. Некоторые жители многоэтажек успели спуститься в подвал. Но даже когда выходят на улицу, продолжают находиться в шоковом состоянии. Только мы стали тут между собой разговаривать, а ну оттуда, вот смотрите, какая воронка. Огонь! И такой скрежет, и все такое, и мы быстренько заскочили сюда. У жителей Стаханова спрашивают про российских военных. И такой ответ волонтеров удивляет. Ты российскую армию здесь видел? Нет. Чеченову видел? Нет. Ну вот, местных ребят видел, у меня друзья в ополчении. Вот от ракеты Урагану такие вот осколочки сделали подарок Порошенко. С попасной, с мельницы стреляли. Вот человек принес вот этот осколок, показать нашим товарищам. Таких зловещих сувениров здесь можно найти много. Вот своими руками они откапывают в воронке реактивную ракету системы залпового огня. 300 миллиметров. Представляете, какая взрывная мощь? Это ужас какой, это правильно. Ужас огнем. Это бомба или что это? Бомба. Ну почему они стреляют? Простой народ здесь живет. Местные жители не в силах сдерживать слез. Украинские волонтеры, кажется, уже тоже. Страшно, очень страшно. Война это страшно, когда идут мирные люди. Телевизор показывает, что это антитеррористическая операция. Здесь террористы, сепаратисты. А это на самом деле? Это на самом деле граждане Украины, как бы там ни было, бывший и не бывший. Мы все украинцы, постреляем друг в друга и убиваем. Ополченцы надеются, что после увиденного своими глазами львовские волонтеры расскажут правду по ту сторону фронта. И это хотя бы на один шаг приблизит прекращение войны. Александр Лукьянов, Александр Рогаткин, Александр Смирнов. Вести. Продолжение следует...